Мой ребенок болен, к сожалению, с детства. Он родился недоношенным в возрасте четырех лет. У него проявились первые приступы эпилепсии. И уже в 2018 году нам поставили, к сожалению, тяжелую форму эпилепсии. Это фармакорезистентная форма, когда не удается подобрать препарат, который купировал бы такие тяжелые сложные приступы. Здесь очень хорошо, здесь такая хорошая атмосфера, здесь доступная среда, что очень важно. Здесь очень теплый, хороший бассейн, который мы посещаем. Дима занимается развивающими занятиями психолог. Пробуем новые методы лечения. И это очень удобно, когда можно часть услуг получить, например, хотя бы на дому, как вот у нас это в городе организовано. Но опять-таки городу, наверное, все-таки хоспис необходим. Палеотивная медицинская помощь оказывается детям с неизлечимыми заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или сокращающими ее продолжительность. В стадии, когда отсутствуют или исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, по медицинским показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза основного заболевания. Когда у меня был день рождения, я ездила в салон красоты к Мише. И он меня покрасил. Он так идет мне. Я лично захотела розовый цвет. Я могу бывать всякое. Бывает, я могу смелая, бывает трусиха. Игрушки нравятся, подарки, которые дарят. Здесь, вот. Палеотивная детская помощь – это этическое обязательство современной медицины. Комплексная забота команды единомышленников о детях с тяжелыми, в том числе и редкими заболеваниями, которые невозможно вылечить. Уровень развития этой помощи – один из индикаторов социальной справедливости. Очень многие люди боятся приходить в хосписы, в принципе, даже слово это боятся называть, вот, произносить вслух. Потому что очень много мифов о том, что хоспис – это только про смерть. А на самом деле хоспис – это про жизнь, потому что у нас основная же масса детей, они завтра не умрут, они даже послезавтра не умрут. Вот все, которые дети сейчас у нас в хосписе находятся, они будут жить годы, и никто не знает вообще, они нас переживут или мы их переживем. На самом деле мы находимся абсолютно в равных условиях, и у нас, и я, и они, мы живем сегодняшним днем. Мы не знаем, что с нами случится завтра. Я могу стать парикмахером, трактористом могу стать. А чем жетно давно? Палиативная помощь – это медицинская, социальная, психологическая и духовная помощь маленьким пациентам и их семьям, которая улучшает качество их жизни. Изначально было как бы страшно, самое главное – осознавать то, что ты будешь работать с больными неизлечимыми детьми, то, что, возможно, они будут умирать. Ты их воспринимаешь как нормального, здорового ребенка, ты не замечаешь эти заболевания. И так вот уже на протяжении трех лет здесь я работаю, мы ничего, стараемся справляться эмоционально, психологически. Палиативная медицинская помощь – это медицинская, социальная, психологическая и духовная помощь маленьким пациентам и их семьям, которая улучшает качество их жизни, избавляя от боли и страха, пусть иногда и на непродолжительный период. Да вы знаете, на самом деле, перепробовал много работы и считаю, что эта работа самая интересная, чувствуешь себя полезным. И, честно говоря, даже трудностей здесь не вижу. Когда смотришь на них, видишь, что ребята – борцы настоящие за жизнь, и перенимаешь у них этот опыт. Очень многие говорят, ой, как ты там работаешь. Родители особых детей находятся круглосуточно в повышенном эмоциональном и физическом напряжении, в некоторой социальной изоляции. Им нужен отдых, а порой смена обстановки и помощь квалифицированных специалистов. Палиативная помощь детям – относительно новая ветвь отечественной медицины. Физическое, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка влияет на все составляющие палиативной помощи – от подбора лекарств до способов коммуникации, обучения и поддержки. Мы очень с мужем хотим еще детей. Нам понадобилось 7,5 лет, чтобы прийти к этому решению. У нас в городе очень многие осмелились, родили вторых детей, действительно осмелились, потому что иногда это очень непросто. Надежда всегда есть, и она, мне кажется, должна обязательно присутствовать. Надежда, вера, любовь. Сейчас в России функционирует 996 детских коек палиативной медицинской помощи. Работает 8 косписов для детей, 163 отделения выездной патронажной службы. Всего за 9 месяцев 2020 года помощь получило 15 817 детей в возрасте до 18 лет. Развитие палиативной медицинской помощи в нашей стране – одно из приоритетных направлений работы правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения, профессионального сообщества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Палиативная помощь меняет представление гражданского общества о ценности человеческой жизни и является одним из индикаторов социальной справедливости. Материал подготовлен в качестве видеометодического пособия для организаторов здравоохранения, врачей-специалистов, врачей по палиативной медицинской помощи, среднего медицинского персонала, студентов медицинских вузов и колледжей. Редактор субтитров А.Семкин